МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В то же время известно, что раньше в самоварах варили мед, варили пиво, иногда даже варили яйца, потому что чай как такового не было еще. Чай был завезен с Востока. И когда появился на Руси чай, естественно, что вытеснили все остальные напитки. В середине XIX века уже стали появляться фабрики и заводы по изготовлению самоваров. Конечно же, они превосходили и по качеству европейские самовары, китайские самовары, которые назывались хокко. И специфика русского самовара в том, что нужно было сделать, прежде чем приготовить чай, нужно было сделать определенные операции. Сюда закладывались горящие угли, заливалась вода. Когда чай закипал, вся семья садилась за стол и пили чай с медом, с вареньем. Были самовары самых разных размеров. Начиная от больших на несколько, 10-15 литров, которые обычно использовались в походах, были самовары поменьше. Вот перед нами самовары, но, правда, они уже модифицированные. Они электрические, это не те самовары, которые появились впервые на тульской фабрике. И прозваны они были тульские самовары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова